Семьи Козловых и Былич совсем недавно были на личном приеме у главы района. Тогда он пообещал в самые короткие сроки найти возможность для переселения их из ветхого жилья. Андрей Иванов сдержал слово и лично вручил ключи от новых квартир главам семейств Ивану и Александру. Для нас было принципиально, чтобы все оформление прошло до конца этого года, чтобы Новый год семьи смогли встретить уже здесь, в новых квартирах и в новогодние праздники заниматься уже обустройством и покупкой какой-то мебели, собственно, налаживанием своего быта. Для нас это актуальная задача, мы много делаем для переселения ветхого аварийного фонда. Считаем, что качественные изменения нельзя провести в районе без решения этой проблемы. Валентина Козлова и Елена Былич не могли передать словами эмоции, которые испытывали на глазах женщин слезы радости. Волнительно, но я не могу объяснить наши впечатления. Это, вы знаете, вот как вот сейчас у нас предновогодние праздники, это сказка. Сказка для детей, сказка. Новый год – это всегда сказка. И вот у нас это та же самая сказка, только для взрослых. Раз уж вручение выпало на предновогоднюю неделю, конечно, не обошлось и без сюрпризов. Неожиданно для самих новоселов к ним в гости пришел Дедушка Мороз с Снегурочкой, да и не с пустыми руками. Новоселы с улыбкой называют главу района настоящим волшебником, который исполнил их самые заветные желания. А наш глава, как Дед Мороз, обрадовал всех и подарил нам квартиру. Спасибо ему. Новые квартиры расположены на 10 и 17 этажах в новостройке в центре Голицына. Площадь каждой свыше 90 квадратных метров. Это почти в два раза больше того, что было у новоселов ранее. В квартирах провели муниципальный ремонт. Новоспеченным хозяевам остается только перевести свои вещи и начинать обживаться. Теперь Новый год их семьи встретят в новом доме. Для семьи Быличи Козловых это самый лучший подарок. В преддверии волшебного праздника Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин